If you can start, you can... Oh, yeah, like this. Денис, а мне чат можно, чтобы было видно или нет? Для этого нужно перейти на страницу прямой трансляции, и тогда он будет виден. А мы можем, в принципе, на телефоне открыть. Да, можно на телефоне открыть. Вы в эфире, вы можете общаться, рассказывать. Михеле, мы... The live translation is on, so we can start to speak. You can start your presentation. Ah, okay. Okay. So, добро ранку to everybody. Всем привет. It's a pleasure to be with you again. Это большое удовольствие быть с вами снова. И я надеюсь, что мы встретимся уже довольно скоро в Днепре. И сегодня мы с вами поговорим о закрытии рецессии с помощью коронального лоскута. И мы также посмотрим видео, на котором Микеле покажет технику исполнения данной техники. Итак, давайте начнем с хирургических техники для закрытия рецессии. Мы можем использовать технику лоскута с использованием лоскута. Или мы можем сделать забор, взять лоскута и лоскут подсадить к тканям. И мы поговорим о тех технике с лоскутом. Мы можем сделать с помощью коронального лоскута или латерального лоскута. И с помощью коронального лоскута мы можем закрывать как одиночные рецессии, так и множественные. Когда мы можем делать одиночный корональный смещенный лоскут? Когда мы можем использовать эту технику? Когда у нас есть достаточное количество кератинизированных лоскута. И мы видим, что кератинизированных тканей, как минимум, 2 миллиметра. И когда нам нужно измерить объем кератинизированных тканей? Мы должны начать от границы... Микеля, can you repeat one more time, please? Yes, when we want to measure... Когда нам нужно измерить... ...the quantity of джинджива... Количество десны, объем десны... Мы должны измерить ее от границы муко-гингивальной, прикрепленной, слизистой, до неприкрепленной. Нам нужно измерить ее от... ...и корональный смещенный лоскут, техника коронально смещенного лоскута для одиночной рецессии. Это очень известная и хорошо описанная техника закрытия одиночной рецессии. С хорошими результатами, которые проверены временем. Как это показано на примере, который уже на протяжении 10 лет имеет... ...хороший recall десятилетний. И мы можем в простом варианте исполнения закрывать достаточно сложные варианты рецессии. И для того, чтобы это делать, нужен определенный объем кератинизированных тканей. Какие являются критерии для использования этой техники коронарно смещенного лоскута? Первое. Первое. Это выбор для одиночных рецессий. Для закрытия одиночных рецессий. И хирургическая область ограничена. Она небольшого объема. Техника исполнения простая. Техника исполнения простая. И для того, чтобы сделать эту технику, нам нужно как минимум один миллиметр кератинизированных тканей. И если нам нужно закрыть рецессию, которая больше чем пять миллиметров, нам нужно как минимум два миллиметра кератинизированных тканей. Нормально, what is the simple and the easiest way is the trapezoidal design. Самый простой способ закрытия рецессий в этой технике – это трапециевидный разрез, трапециевидный дизайн разреза. Почему это легче? Потому что у нас есть большие дизневые сосочки. Большой объем дизневых сосочков. And what is important is to have high keratinized tissue on the adjacent teeth. To make... I don't know. Что является индикатором для того, чтобы делать трапециевидный дизайн разреза. Большое количество кератинизированных тканей, которые... What about the keratinized tissues where or what measurement or what amount of them do we need to have? More, more than two millimeters. Больше, чем два миллиметра кератинизированных тканей. Мы должны иметь для того, чтобы сделать трапециевидный дизайн разреза. For example, this case... Для примера этот случай... We wanted to cover the gingival recession on the canine. Мы хотим закрыть рецессию на клыке. And we have lost the cementum enamel junction. И мы уже потеряли на... Рецессия уже пошла выше, чем эмалево-цементная граница. And we have got also some interproximal periodontal loss. И мы также потеряли кость в... Межальвеолярную кость, которая находится в межапроксимальных частях клыка. So, this is a third Miller class. И эта рецессия является третий класс по Миллеру. And we know that we will have a partial root coverage. И мы знаем, Микеле, what means a partial root? It's just not complete. Just partial root coverage. Микеле говорит о том, что и в этом случае у нас получится не полностью закрыть рецессию, а частично только закрыть эту рецессию. These are the pictures of the defect of the recession. Это картинки дефекта рецессии. And on the lateral view, you see also a depression of the roots. And we will solve this recession, this concavity with a connective tissue graft. И вот эта вот ямка, которая проходит возле корня, возле шейки зуба, мы будем закрывать с помощью лоскута с неба. So, as I show you, we measure from the muco-gingival junction to the free gingival margin with this movement exactly the quantity of keratinized tissue. This is the baseline, the start point. We measure the recession with the probing area. Измеряем ее с помощью зонда, зондируя ее, получаем расстояние. And we translate this measure from the top of the adhesion papilla. И мы проецируем на десневые сосочки, как медиально, так и на дистальный десневой сосочек. And the point where this measure ends will be the line of the horizontal incision. Там, где заканчиваются линии, которые мы отметили на десневых сосочках, медиально и дистально, где они заканчиваются на слизистой и будут являться началом горизонтального надреза. So, because the free gingival margin that you see in the middle of the recession will have... We'll have to move coronally exactly of that quantity. So, we measure the recession. We measure the recession plus 1 mm. We take this distance laterally from the top of the papilla. We do the lateral incision. And then the vertical releasing incision. И открывающие вертикальные разрезы. So, we will create a surgical papilla. Мы создадим хирургические сосочки. Which will move on the anatomical papilla. Которые будут перемещены на анатомические десневые сосочки. The horizontal incision always at least 3 mm. So, we will open split thickness the surgical papilla. Мы отслаиваем... Partial thickness. Мы, получается, хирургический сосочек делаем разрез и хирургический сосочек мы, получается, откидываем на... Он откидывается. Он откидывается. And we will see in the video starting from the lateral side going out into the sulcus. And then, in the center of the recession, we will go full thickness with the raspator. И когда мы делаем... In the middle of the recession. In the middle, yes. В середине рецессии мы делаем полностью, полное отслоение, используя распатор. As I said, with the raspator, full thickness in the middle of the recession. В центре рецессии мы делаем полное отслоение с использованием распатора, так как сказал Микель. Exposing at least 3 mm of bone. Открывая, как минимум, 3 mm кости. Ну, обнажая. Надкосница останется в лоскуте. Тот, который мы откидываем. Then, we will have to make the horizontal releasing incision. Потом мы должны сделать горизонтальные послабляющие разрезы. And the first is deep. Первый – это глубокий. With the blade parallel to the bone crest. И первый – это глубокий. Лезвие параллельно кости. So, we will cut a little the muscles. При этом разрезе мы незначительно, но сделаем разрез мышц. And then, we will move the blade parallel, so more superficial, parallel to the mucosa. И потом лезвие мы располагаем параллельно и больше, не так глубоко, а более поверхностно к мышцам. So, we will – this second incision will be wider and deeper. The second one will be wider and deeper, yeah? Exactly, yes. Второй разрез будет шире и глубже. Потому что мы идем более глубже. И для того, чтобы не травмировать и не порезать мышцу. Then, we will make the root planing. Дальше мы делаем root planing. Чистим, полируем корень. Removing all the contaminated cementum. При этом убирая пораженный цемент. Ну, пораженный, в котором есть налет. Корреспондент. 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 То есть, мы полируем корень, чтобы он был гладенький. И, Михеле, еще раз, после того, что мы делаем root planing, что мы делаем. Окей. И мы должны сделать root planing, не из всех. Корреспондент. Нам нужно сделать root planing не всего корня. Но только в области, которая является рецессией и пробинг. Нам нужно сделать root planing только в той области, которая является рецессией и пробинг. И на ту глубину, на которую мы сделали зондирование. Как вы видите на этом слайде, то, что сейчас костный дефект в этой области больше, чем рецессия. В этом клиническом кейсе, как я вам сказал раньше, Мы закрываем корень. Мы закрываем вот эту вот ямку на корне. Нам нужно закрыть эту ямку на корне соединительно-тканным трансплантантом с неба. И для того, чтобы стабилизировать лоскут. И для того, чтобы стабилизировать лоскут. Для того, чтобы стабилизировать лоскут. This is a technique that I have described in an article. And that I have sent, and I am waiting for the publication, because the connective tissue is being bonded, not sutured. И в статье. И Микеле говорит о том, что он написал эту статью и ждет ответ, и ждет публикацию этой статьи. И потому что здесь соединительно-тканный лоскут, он был приклеен с помощью клея, а не был пришит. These are the lateral view and the occlusal photo of the connective tissue. And you see the quantity of connective tissue. И вы видите объем этой соединительной ткани, ее consistence. And then you can start, you position, reposition the flap coronally. И после этого вы начинаете репозиционирование вот этого трапециевидного лоскута. Without any tension, I mean, the flap must be very, very relaxed. And so the flap is relaxed, and then you start suturing from the basis of the flap. And normally we suture with single O point. И обычно мы шьем с помощью одиночных швов. Interrupted O sutures with the apical coronal direction. And when it's possible, on the lateral area, we can catch the flap. И если это позволяет, то мы немного, когда мы накладываем швы, мы затрагиваем и надкосницу. And then at the more, at the higher part of the gingiva. И на высокой части десны, получается, на высшей части десны. And we can suture with a sling suture. С помощью вот такого шва, как показано на картинке. And so this sling suture will maintain the free visual margin attached to the tooth. And the sling suture is, if this is the flap, this one is the flap. This is the basis from outside to inside. Then you go into the palatal. И мы заходим в небное, в небную сторону. Back to the back to the cingulum. It goes back to the cingulum. А, он заходит с неба и выходит со стороны, с вестибулярной стороны. Then you go under the contact point. И между контактным пунктом игла заходит и выходит. Then from outside, again, you go back. И заходим назад. And then you go back and you close the suture. И мы, получается, выходим из стебулярной и затягиваем шв. This is the result of the suture. Это результат наложения швов. And you see that the flap is completely on the right position. И вы видите, что лоскут находится на нужной позиции, на конкретно нужной нам позиции. These are the suture removals after 15 days. And you see that the area of the palate is healing well. And if we look on the lateral way, you see that also the healing is going well. And these are the pictures after 15 days at suture removal. Before and after 15 days. Lateral way, before and after. And this is after one year, the control. Control. И контрольный осмотр через один год. You see the stability of the flap. Вы видите стабильность, стабильные мягкие ткани, стабильность лоскута. And here is the sequence from before, after 15 days, after one year. And now I will show you a little video. And now I will show you a little video where you will see and we will discuss the technique of a single gingival recession, a coronally advanced flap. So I will stop during the video so that we will discuss. That's it. That's it. That's it. That's it. I try, but I cannot stop. Okay. Now I can stop. I will try. Now I will try. Now I will try. Now I will try. You have first measured the recession. Then, so you measure the recession. Then, with this movement that you will see, we will have, we will can to define exactly the quantity of keratinized tissue. This is the movement that I was telling you. These movements that I have told you, they are used to determine the amount of keratinized tissue. И с помощью зондирования мы также измеряем глубину. И потом мы эти измерения, эту длину переносим латерально. И мы делаем небольшую метку лезвия. Для того, чтобы это для нас будет начальным пунктом для горизонтального, это будет служить для нас горизонтальным пунктом, когда мы будем делать горизонтальный разрез. Then we will start the horizontal incision. Следующий этап мы делаем два горизонтальных разреза. Split thickness. And they can be more or less horizontal. Они могут быть более или менее, больше или меньше горизонтальные, эти разрезы. If they are too close to the adjacent tooth. Если они расположены близко к нашему зубу. Поэтому разрезы могут быть не строго горизонтальные. We go with the vertical incision until the mucogingival junction. Мы начинаем с вертикальных разрезов до муко-гингивальной границы. And we stop there. И мы там останавливаемся. Then with this inclination, this oblique inclination of the flap, we will open the surgical papilla. И после мы поворачиваем лезвие и открываем хирургические сосочки. From outside to inside. Лезвие идет извне к наружу. From outside, as I told. And we go out into the sulcus. And what is important is to have the blade not perpendicular to the bone, but parallel. Что очень важно, чтобы лезвие было не перпендикулярно, а параллельно костям. And with the top of the blade, we open the surgical papilla. И с помощью верхушки лезвия мы открываем хирургические сосочки. The video is going slow so that we can really step, we can really see every step. Видео идет действительно медленно и мы можем увидеть и обсудить каждый шаг за шагом. Then we open the other split thickness anatomical papilla. And this must be very, very gentle, this movement. Все наши движения должны быть очень аккуратны. Not to destroy this little papilla. Для того, чтобы не разрушить лезневой сосочек. Анатомически. Обязательно просите ассистента, для того, чтобы он чистил, мыл и забирал, для того, чтобы была видимость хорошая. И после того, как вы уже сделали дизайн хирургических сосочков, сделали разрезы. И начиная от центра рецессии, с помощью распатора, вы отслаиваетесь полностью. And from the center, full thickness, very, very gentle, and you make this movement, opening the flap. Начиная с центра, очень деликатными движениями, отслаиваемся с центра до периферии. Если вы, как в этом клиническом случае, чувствуете небольшое давление, напряжение, вы можете взять лезвие и по разрезу, который мы делали, еще раз пройтись лезвием, для того, чтобы снизить напряжение. Обязательно, чтобы лезвие было параллельно-слизистой. Мы раскрыли хирургические сосочки. И с помощью распатора мы, получается, все глубже и глубже откидываем блоск. Очень аккуратно. Нам нужно открыть 3 миллиметра кости. Очень, очень аккуратно и очень, очень мягко. И вы видите, что мы достигли хирургические сосочки. И мы больше не используем лезвие, мы используем распатор. И делаем полное отслоение. Then, always remember to protect the flap. И всегда помните, что нужно защитить лоскут. And you go to make the scaling and root planing. And you have to remove all the contaminated cementum. И нам нужно удалить весь поврежденный цемент с корня зуба. You can recognize that the cementum is good when you don't have any more debridement. When going with the curette, you don't remove any more material. Когда мы с помощью кюрета очищаем и делаем root planing, на кюрете больше не образуется инородных материалов. Very, 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 very gentle, because you don't have to make cutting, but just scaling the root surface. Нам не нужно резать, нам нужно поверхность корня сгладить. Then, you wash and you clean, you check that everything is good. And then, you can check again with, you know, the curette. And you see that in this case, there was still a little dentin, contaminated dentin. And you see how I clean it. And you see how I clean it. Excuse me. This is the place, the moment of before. This is the moment before you start? Yes. This is the moment before you start. That is the moment before you start. Он так же продолжает чистить, очищать корень от пораженных тканей. И как в эндодонтическом лечении нужно постоянно промывать? И он взял здесь маленькую кюрету для того, чтобы все области почистить, чтобы не пропустить пораженные ткани. После того, как мы заполировали корень. И если нам нужно, мы делаем чуть больше послабляющих разрезов. Вертикальные разрезы. И мы делаем очень аккуратно. И мы делаем очень аккуратно. И после этого мы делаем разрезы горизонтальные, которые идут глубже. With the blade parallel to the bone crest, as I told you. And you see the little connective, the little fibers still keeping the flap. И вы видите, есть некоторые волокна соединительнотканные, которые держат лоскут. И после того, как мы немного открыли еще лоскут. И мы можем сделать суперфициально-горизонтальные разрезы. И с помощью этого мы освобождаем лоскут. И вы можете увидеть, как лоскут очень легко переместится коронально. И вы видите, что я зашел глубже. И с помощью этого лоскут у нас очень-очень расслаблен, без напряжения, без натяжения. So that you can, in a relaxed, tension-free way, you can reposition the flap. И вы можете репозиционировать этот лоскут без напряжения и без давления. И вы должны проверить, что лоскут, который мы переместили коронально, будет размещен без напряжения. И с помощью лезвия мы делаем разрезы в анатомических десневых сосочках. Для того, чтобы деэпитализировать анатомические сосочки. И вы можете начать с... И нужно начать с верху вниз, как он показывает, если это для верхней челюсти. И потом, с помощью ножниц, вы отрезаете эпитализированный анатомический сосочек. Потому что, с помощью ножниц, вы можете качественно, и то, что нужно, и деэпитализировать более качественно. И очень-очень аккуратно деэпитализируем анатомические сосочки. И с помощью ножниц аккуратно отрезаем эпитализированные ткани. И с помощью ножниц на верху анатомического сосочка отрезаем эпитализированные ткани. И вы можете также сделать ослабляющие разрезы. И вы видите, что если вы делаете вертикальные послабляющие разрезы, лоскут будет перемещаться вертикально. Если вы сделаете их немного разрезы в сторону, то он перекроет как раз то место, где мы деэпитализировали десневые сосочки. И потом вы начинаете шить снизу, получается, вверх, если на верхней челюсти. Коронально начинаете сверху и подвигаетесь коронально. From apical to corona, taking the connective tissue of the stable gingiva. И с захватом десны, которая стабильна у нас, которая прикрепленна. To stabilize the flap. Для того, чтобы стабилизировать лоскут. Это первые швы. И вы шьете правую сторону, левую сторону. И для того, чтобы расположить лоскут ровно. Для того, чтобы не было перекосов в какую-то сторону. Then, after that you do the two sutures on the basis, then you advance coronally. И тогда, когда вы сделали вот эти вот два шва, следующие швы, вы лоскут шьете коронально. Получается, вы его делаете с небольшим натяжением на корональному, на зуб, на коронку зуба. So, also, the dimension of the suture that you use is important. И также очень важно направление швов, которые вы накладываете. You see that sometimes you have to move a little the instruments to know exactly where to make the note. So, you go right and left, right and left, as I told you. Then, if you need, you can reshape, refine the top of the papilla. Если вам нужно, вы можете сделать небольшой разрез для того, чтобы верхушка десневого сосочка, для того, чтобы изменить верхушку анатомического десневого сосочка. In order to have a very good adaptation. Для того, чтобы получить очень хорошую адаптацию лоскута. И, опять же, сейчас Никеля показывает технику наложения шва, которая была показана на картинке, получается, из вне к наружу. Then, at the basis of the anatomical papilla from inside to outside. Следующий мы делаем иглой, мы проходим через анатомический десневой сосочек нёбна. Получается, мы прокалываем десневой сосочек и проходим нёбна. Then, you go back to the cingulum, under the cingulum. Получается, нёбна мы делаем прокол с нёбна и выходим в межапроксимальную зону. Without touching the gingiva. Без касания десны, игла не касается десну, когда мы с нёба заходим. После, мы делаем прокол в лоскут из вне к наружу. И вы видите, что шов будет адаптирован в центре анатомического десневого сосочка. Then, you go from inside to outside to the anatomical papilla. Вы проходите через анатомический десневой сосочек с вестибулярной на нёбную поверхность. And, if you take to you the suture, you will see that it will close the flap. Then, without touching the papilla, you go from inside to outside. Следующий, без касания десны, мы идём из нёбна, идём вестибулярна. And then, you close the knots. И далее мы завязываем и завязываем узел. Натягиваем и завязываем узел. И важно, чтобы этот узел располагался на хирургическом десневом сосочке. Для того, чтобы расположить хирургический десневой сосочек на анатомическом десневом сосочке. И вы видите, как это я делаю. Как делаю это я. So, that with four sutures, two and two, and then one coronally, your flap is positioned. Как вы видите, для того, чтобы расположить лоскут и закрепить его коронально, я сделал четыре шва и пятый шов. Получается, пять швов всего. Наложил пять швов. Вы видите, что сам лоскут без напряжения, натяжения и всё чётко. So, we have seen in this hour, which are the indication and a simple technique. За этот час мы разобрали простую технику закрытия одиночной рецессии. For single recession. And I hope that every question, everything that you have, you can ask by email or send to Amel Dental. And I hope that we will soon meet again in Ukraine, in Dnepro. And I hope that you also will practice a little more about muco gingival plastic surgery. And I hope to see you soon. So, thank you Denis, thank you Alina, thank you Amel Dental Academy for the help. And see you soon. See you soon, Michele. Yes, thank you. So, всем спасибо. До скорых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok